Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмилы. С вами я, Артур Изятуллин. Азиатские и европейские рынки выросли в среду благодаря позитивным комментариям президента США относительно торговой сделки. Освобождение топ-менеджера Хуай Уэйминг под залог. Однако настроение сейчас обращает риск отстроения премьер-министра Великобритании Тереза Мэй от должности, что ставит под угрозу сделку Brexit. В интервью Reuters вчера Трамп заявил, что правительство США ведет торговые переговоры с Китаем по телефону и новые тарифы не будут введены, пока не появятся определенные результаты по сделке. Трамп решил вмешаться в дело Хуай Уэй, однако с оговоркой, что невмешательство представляет угрозу для национальной безопасности. Этот момент еще только предстоит выяснить, но уже сейчас это позволяет рынкам переоценивать и риск эскалации конфликта с Китаем в меньшую сторону. Канадский суд принял решение освободить Мэйминг под залог, хотя к предварительным сведениям он отказывался это сделать, учитывая тяжесть обвинений и затруднения определить корректную сумму залога. Удержание Мэйминг под стражей обнуждало рынке закладывать цену активов впоследствии сурового ответа Китая, но теперь позволяет рассчитывать на позитивное развитие событий и, в частности, по торговой сделке. Новостной фонд достаточно улучшился, чтобы мировые рынки начали торговлю в среду с коррекцией после слабого старта в начале недели. Широкий индекс азиатско-тихоокеанских акций MSCI прибавил в среду 1,2%. Позитивный настрой отчетливо виден сейчас и на китайской территории, и на китайском фондрынке, который сегодня укрепился на 0,31%. Негативные ожидания относительно торговой сделки подпитывают новости о том, что несколько госдепартаментов США собирается опубликовать отчет о деятельности Китая в области коммерческого шпионажа и хакерства. С другой стороны, правительство уже располагается этими сведениями, поэтому без конкретных последствий, например, санкций или выдвинутых обвинений против конкретных китайских лиц, публикация доказательств, то есть тот факт, что это станет достоянием общественности, вряд ли приведет к эскалации конфликта. На валютном рынке фунт Стерлинг подешевел до минимального уровня за 20 месяцев против доллара. На фунте спекуляции, что консервативная партия Великобритании может выдвинуть в лотом недоверимый ближе к вечеру среды, то есть сегодня. Вероятность такого исхода низка, но уже сейчас рынок пытается заложить такой исход после того, как Мэй перенесла голосование по Брексит, опасаясь его правого. А в случае, если премьер-министр не переживет отставку в классе, вероятно, пройдет сторонник или жесткого Брексита, или даже тот, кто может инициировать повторный референдум. Сейчас, как видно, фунт значительно перепродан. Вот с начала ноября он снижался, причем снижался довольно-таки стремительно. И вот эта перепроданность, она создает такую ситуацию, что любой сейчас компромисс, любая возможность для Мэй договориться со своей партией, она будет работать в пользу повышения фунта и, естественно, позволит британскому лицу значительно укрепиться. Позже в среду выйдут данные по употребительской инфляции США за ноябрь. Есть существенный риск негативного сюрприза, учитывая, что данные по зарплатам за прошли месяц, как показал отчет ПРВС прошлую пятницу, они не оправдали ожидания. Оплата труда в ноябре выросла на целых 0,2%, вопреки прогнозу на целых 0,3%. Преждевременное ослабление давления в ценах усилит спекуляции об отсрочке первого повышения ставки в следующем году со стороны ПРС. Сейчас сохраняется небольшая вероятность, около 26%, что ставка все-таки будет повышена в марте. Цены на нефть выросли после того, как данные от Американского института нефти указали на значительное снижение коммерческих запасов США на 10 млн баррелей. Позволяет предположить, что резкое снижение цен вынудило производителей сбавить темпы добычи. Сегодня VTI вырос осторожно на целых 0,2%. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.